Всем огромный привет! Рада видеть вас на своем канале! Сегодня у меня новый клиент и в работе вот такие ручки. Налипшая кутикула, такая хорошенько наросшая, особенно на ногтях безымянных пальцев и мизинцев. Не скажу, что здесь достаточно сложная работа. Единственная сложность, которая будет возникать, это вот эти вот заусенцы. На некоторых пальчиках они достаточно глубокие, не до крови, но вот-вот на грани. Если я там буду водить фрезой, чтобы зашлифовать кожу, то, возможно, клиентке буду причинять дискомфорт. Но, конечно же, обо всех этих ситуациях я буду у нее спрашивать. А сегодня у меня в обзоре посылка от торговой марки Фиора. Как всегда, заказала типсы. Мне очень нравится цена на расходники у Фиора. Типсы всегда нужны для отработки дизайнов и для выкраски гель-лаков. Беру прозрачный, чтобы хорошо была видна плотность оттенка. Мне нравятся типсы именно на кольце, на гвоздике не нравится, так как, если, например, что-то с серединки мне нужно снять по каким-либо причинам, на гвоздике все типсы, которые перед той, которую нужно снять, убираем, снимаем ненужную и потом назад нужно будет все доставлять. А на кольце просто переворачиваем на вторую половинку, снимаем ненужную и опять закрываем. То есть, ничего снимать не нужно. Собственно, поэтому я всегда беру типсы верные на кольце. Дальше я взяла крем. Сейчас зима, кожа основной массы клиентов сухая. И чтобы хоть как-то порадовать после процедуры, я увлажняю ее кремом. Крем достаточно приятный, хорошо увлажняет кожу. Я взяла с запахом ромашки, но у Фиоры есть разные ароматы, так что проходите, выбирайте. И взяла одноразовые файлы. У меня есть основа, она металлическая у Фиоры, а вот файлы периодически заканчиваются. Ну, такое их свойство. Мне очень нравится, что у Фиоры файлы на мягкой подложке. А пиливать поверхность мне нравится именно файлами с мягкой подложкой, ну и, соответственно, пилками с мягкой прослойкой. Я уже неоднократно беру эти файлы, мне они очень нравятся. Я выбираю для себя абразивность 180. Как по мне, это универсальная абразивность, как для работы с искусственными ногтями, так и с натуральными. Ну и коробочка, фирменная коробочка от Фиоры. В ней всегда приходят гель-лаки. И вот такие оттенки я сегодня заказала. Топ без липкого слоя и камуфлирующая база. Топ без липкого слоя, средняя жидкая консистенция. Он отлично наносится, быстро распределяется по ногтевой пластине и дает красивый глянец. А вот каучуковая база напротив. Не такой жидкой консистенции. Консистенция как раз-таки такая, какая нужна для выравнивания. Она такая средняя, тягучая, хорошая вязкость у базы, что говорит о быстрой самовыравниваемости. Оттенок достаточно плотный. Смотрите, укрепляющий слой наношу на типсу, и она практически нигде не просвечивается. И вот такой вот красивый розовый плотный оттенок имеет база. Ну и посмотрим на цветные гель-лаки. Заказала 293 номер. У меня такой был. Я взяла его повторно. Это просто универсальный оттенок. Он подойдет в пару абсолютно к любому цвету. 193 очень красивый. Такие вот спокойные, нейтральные оттенки. То-то после зимы такие будет весной обязательно делать. Ну и еще взяла вот такой неоновый. Он, конечно, на весну навряд ли пойдет. Это скорее такое уже глубокое лето. Но для каких-нибудь дизайнов, для листиков, для выделения каких-то акцентов в дизайне, я думаю, он подойдет. И заказала блестки. Эти блестки в зеленой основе. Они очень красиво мерцают, как бриллиантики. Как много-много-много мелких бриллиантов. Не зря коллекция называется бриллиант. И блестки в сиреневой основе точно так же блестят, точно так же переливаются. Они очень мелкие. Кто не любит крупные блестки, эти как раз для вас. Вот такие дизайны я уже сделала с помощью своих новеньких гель-лаков. У меня есть маленький мини-мастер-класс в инстаграм. Кому интересно, проходите, подписывайтесь. Будем дружить и там. Ну а у меня вот такие новенькие оттенки гель-лаков приехали. 10-16. Напомню, это камуфлирующая база. Если сравнивать цена-качество, то гель-лаки Фиоро лучшие в своем сегменте. Покупайте качественные материалы, чтобы работать как профессионалы. Ссылку на интернет-магазин Фиоро обязательно оставлю для вас в описании прямо под этим видео. Обязательно проходите. И не забывайте, что при покупке на сумму от 2500 рублей доставка будет бесплатной. Ну а я перехожу к работе. Приклеиваю сменный файл на металлическую основу. И приступаю к опилу. Мне нужно выровнять торец. Преображение всегда смотрится максимально эффектно, когда такие картыши мастер наращивает. Конечно же, потом картинка до и после кардинально разнится и всегда радует глаз. Но сегодня наращивать не будем. Оставим такие же картыши, но с интересным и красивым дизайном. Итак, придаю форму свободному краю. Делаю свободный край визуально одинаковым на всех ногтях. И обязательно прохожу пилкой по поверхности. Убираю глянец и распушиваю чешуйки ногтя. Вот как раз таки опиливать поверхность сменными файлами с мягкой подложкой намного удобнее. Они немножко амортизируют. Маникюр ничем не отличается, поэтому апельсиновой палочкой отодвигаю кутикулу. Открываю под кутикульный карман и отклеиваю на липшую кожу. И далее фрезой прочищаю. Единственное, я взяла фрезу красное пламя с тупым носиком, чтобы глубоко не лезть и не поранить клиентку, так как я особо не знаю этой кутикулу, я с ней не знакома. Сначала фрезу я прохожу непосредственно по ногтевой пластине. Счищаю остатки птеригия, остатки сухой кожи. И заодно убираю глянец с открывшегося участка ногтя, где я отклеила кутикулу. Далее прочищаю боковую пазуху. И дальше щечкой фрезы работаю с упором в кожу от середины ногтя к левому синусу. Приподнимаю кутикулу, шлифую ее изнутри, убираю все мелкие махрушки. В общем, прочищаю под кутикульный карман. Все те же самые действия только на реверсе и с правой стороны. Работаю очень аккуратно. Я не знаю, где здесь расположены капилляры, не знаю, насколько близко они расположены, не знаю вообще свойства этой кожи. Поэтому лучше работать максимально аккуратно и лучше что-то где-то не дочистить, чем поранить клиентку. Здесь с левой стороны достаточно большой заусенец. И когда я там провожу фрезой, клиентка уже ощущает дискомфорт. То есть я понимаю, что с левой стороны в области этого заусенчика, возможно, оставлю какие-то махрушки. Повторюсь, лучше не дочистить, лучше оставить, чем поранить клиентку и чем причинить ей дискомфорт. Ну и дальше фрезуя шар счищаю приподнятый кончик кутикулы. фреза шар работая на скорости 5-6 тысяч оборотов если кутикула не поддается слегка нажимаю фрезой на кожу фреза подцепляет краешек кутикул и дальше уже работаю без нажима веду кантик кутикулы и срезаю его если нужно то я поднимаю обороты работы фрезой где-то до 10 тысяч и зашлифовываю махрушки которые не удается убрать на пониженной скорости ну и собственно вот такой результат у нас получился на подготовленные ногти наношу праймер далее каучуковая база от фиора одна из моих любимых баз первым слоем наношу тонко втирая материал в поверхность ногти клиентка говорит что года три подряд покрывала ногти гель-лаком но он у нее долго не носился буквально там полторы две недели и начинал трескаться отслаиваться и скалываться с торцов и ей предыдущий мастер порекомендовал немного отдохнуть от гель-лака поэтому последний не знаю год или полгода я уже не помню с какой период она мне назвала она ходила без покрытия но тут наткнулась на мое объявление работа очень понравились и решила ко мне прийти далее этой же базой дело выравнивающий слой ногти у нас небольшие поэтому и выравнивающая капелька небольшая тоненькая кисточка подвожу материал к кутикуле к бокам переворачиваю руку ногтем вниз проверяю блик и отправляю в лампу вот такие кратыши получились укрепленные короткие ногти так мило смотрится лично мне напоминают вот эту вот пупырку пленку с пупырками которые обворачивают посылку чтобы посылка не разбилась так вот коротенькие ноготочки мне напоминают именно эти пупырки ногти где не будет градиента я покрываю черным цветом и на втором слое хорошенько везде прокрашиваю выравниваю оттенок и выравниваю цвету кутикулы чтобы при отрастании была красивая ровная линия подвожу гель-лак кистью из флакона прямо к кутикуле гель-лак не затечет дальше того края который я прорисовала тонкой кистью для дизайна мне понадобятся вот эти вот три оттенка светло-голубой синий и синий потемнее самый темный оттенок наношу кутикулы далее наношу посветлее и на торец наношу самый светлый оттенок кистью гребешок смешиваю цвета в зоне перехода и теперь от самого темного к светлому точечными движениями слева вправо кистью гребешок прохожу смешивать цвета делаю плавный переход сами по себе гель-лаки фиора хорошо смешиваются в градиенте буквально несколько проходов и получается достаточно приличный результат но я видела в инстаграм новый метод создания градиента и все говорят что это очень просто очень легко получится абсолютно у каждого берем акриловую пудру у меня от фиора она очень мелкого помола поэтому идеально подходит для такого вида градиента и не просушенный первый слой градиента я просто посыпаю акриловой пудрой когда ноготок просох счищаю лишний акрил обязательно нужно пилкой пройтись по торцу чтобы убрать там акрил и теперь все те же самые действия темную кутикулу далее посветлее и на торец самый светлый оттенок наношу и кистью гребешок делаю проходы от темного к светлому делаю плавный переход сказать что прям супер просто эти вот когда первые проходы я начала делать я сначала подумала что ерунда полная но когда уже начинаешь 3 там 4 проход делать цвета действительно очень плавно смешиваются и получается достаточно плавный переход у кого не получается работа с градиентом вот обычным способом попробуйте с акрилом возможно акрил вас спасет тонкой кистью подвожу кель-лак кутикуле далее кутикулу нашу темно-синий гель-лак с блестками хочется в дизайн добавить блесточек и делаю растяжку осталось прикрыть все ногти топом перекрываю топом без липкого слоя ну и по традиции напоминаю какие ручки ко мне пришли и что мы по итогу получили очень яркий и плавный градиент мне очень понравилось буду пробовать этот метод градиента и дальше возможно действительно он проще хотя повторюсь гель-лаки фиора сами по себе отлично смешиваются в градиенте и дают хороший результат напоминаю ссылка на интернет магазин фиора будет в описании прямо под этим видео работайте качественными материалами как настоящие профессионалы а у нас вот такая работа получилась если вам было со мной интересно ждет вас лайк мне будет очень приятно подписывайтесь на канал если еще этого не сделали впереди много интересных видео ну а на сегодня у меня все всего доброго хорошего дня а а и и и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok